Всем привет! Продолжаем наш технологический дайджест. Сегодня у нас новинки из мира технологий и IT-скандалы из России, за которыми мы наблюдали всю неделю. Немного помедитируем на гаджеты, немного погрустим. В общем, подведем итоги недели. Поехали! В Японии айтишники решили помочь пенсионерам. Страна считается одной из самых старых в мире. Там очень много пенсионеров, которым уже просто тяжело работать, поэтому им приходится жить на пособие. И тут технологические компании сделали для стариков экзоскелеты, облегчающие физическую нагрузку. Так пожилые люди смогут работать и по найму, и у себя в хозяйстве. Возможно, скоро для них вообще сделают роботов, как Евангелионы, и они захватят мир. Самое автоматизированное транспортное средство, которое когда-либо существовало. Так описывает свои самоуправляемые вертолеты стартап Skyrise. Пока Uber Air думали, как создать такси-вертолеты, другие стартапы уже подсуетились. Skyrise сделал 4 автономных вертолета, которые смогут без пилота по 100 раз в день катать людей между городами. В отличие от такси, тут вам не придется стоять в пробке или слушать истории водилы, ведь водитель здесь искусственный интеллект. Энтузиаст недавно сделал, пожалуй, самое полезное устройство для любителей лего. Если у вас или вашего ребенка накопилась гора из деталей конструктора, и вы не знаете, что с ней делать, эта машина сортирует с помощью искусственного интеллекта детали лего по форме и типу в разные контейнеры. Всего 18 контейнеров для разных деталей. Вы больше никогда не наступите на ту мелкую детальку в ковре. И вернемся к суровой действительности. Все читали о том, как Рамблер разошелся на этой неделе. Уголовное дело против разработчиков Энджайнкс, суд за трансляцией футбола с Твич и прочее. Если кто-то забыл про эту кампанию, а зумеры даже не знали, то теперь о ней в курсе вообще все. Но есть и хорошие новости. Рамблер хочет свернуть уголовное дело Энджайнкс и отозвала иск против Твич. Видимо, помогла волна недовольства отойти сообщества. Но так и осталось непонятным, для чего все это. И это все новости на сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить главные технологичные новости недели. Только в нашем дайджесте могут появиться японские пенсионеры в экзоскелетах и российские суды.